Девушки отдыхают За 25 лет танковая конституция не уберегла нас ни от расстрела парламента, не уберегла ни от дефолта, от двух тяжелых финансо-экономических кризисов, от нашествия НАТО, нацистов-бендеровцев в Киеве, от конфликта на Донбассе. Не спасла нас и не спасет, если будут продолжать тот же либерально-рыночный фундаменталистский курс, от которого отказалась практически вся планета. Что касается реформ Дон Сиопина, это просто фантастика. Дон Сиопин был дважды сослан. Его 15 руководителей, товарищей, которые собрались проводить реформы, тоже были наказаны в годы культурной революции. Всех чесались руки. Но вместо того, чтобы сводить счеты с прошлым, Дон Сиопин предложил 4 реформы и предложил такое мирное, демократичное развитие внутри страны, которое бы уважало свою многотысячелетнюю историю и крупные дела и достижения предшественников. Поэтому, честно сказали, Маудзинову на 70% прав, на 30% не прав и двинулись вперед вместо того, чтобы сводить счеты и перемывать кости предшествий. У нас случилось все с точностью наоборот. Сегодня, когда видишь озлобленное, ненавидящее все русское, советское, народное, лицо свонит здесь на экране, ты прекрасно понимаешь, что эти счеты не только продолжаются, ложь и грязь льются из многих репродуктов. Китай за эти 40 лет показал средние темпы почти 10%. В 100 раз увеличились доходы городского населения с 343 юаней до 30 тысяч. 6 метров квадратных на человека жилья до 33 метров. Китай стал великой, крупнейшей державой на планете, способен делать все, освоил все суперсовременные технологии. 120 миллионов граждан на планете уже изучают китайский язык. Мы за эти годы потеряли 100 с лишним миллионов, которые отказались от русского языка. Даже на ридной Украине его гонят шею нацисты и бендерницы. Главный вывод заключается в том, что вместо реальных реформ нам предложили распродажу страны и ограбление населения. Мне казалось, что этот год, который начинался с выборной кампании президентов, принесет большие плоды. По крайней мере, все было очевидно, как развивается наша страна и какие последствия ее могут ожидать. Вместо реальной программы мы вдруг увидели опять хайдаровскую политику в лице а-ля Кудрин, который предложил и дальше обирать население, распродать последние государственные предприятия и ограбить самых ограбленных пенсионеров и нищих. Мы восемь раз вносили закон о детях войны, восемь раз отказали. Мы пять раз просили дать по стакану униженным и ограбленным детям стакану молока в школе, никаких. Мы предложили бюджет развития в 25 триллионов, никаких подвижений. Мы предложили 12 законов, которые реализовали эту программу, отказались рассматривать. Сплошная оговорильня и демогой. Когда президент 1 марта выступил своим посланием, у меня вдруг появилась новая надежда. А может быть, начнут работать, ведь выйти на мировые темпы 3,5% – это уже надо стараться. Чтобы решить проблему прорыва в новых технологиях, надо поддержать науку и качественное образование. Чтобы одолеть бедность, тут нужна целая мощная социальная программа. Вместо этого мы получили абсолютно грязную выборную кампанию, в которой участвовали так называемые спойлеры и для левых, и для правых. И не было нормального диалога, не было полноценных дебатов. Вместо того, чтобы честно считать голоса, мы получили их массовое воровство в Приморье. И какие бы сегодня выборы ни проводились, все прекрасно знают, что они давно состоялись, но были перечеркнуты теми же ворами и беспредельщиками, которые творили свое беззаконие и приельцы. У нас Коновалов одержал блестящую победу на выборах в Хакасии. Вместо того, чтобы поддержать и помочь, вдруг смотрю вчера на ведущем канале телевидения, выходят и бойко заявляют, что Коновалов не дает денег для того, чтобы обогревать дома. До Коновалову там ничего не досталось. Касса вся посажена на голодный паек, а финансовых ресурсов для нормального развития республики так и не поступило. Хотя наша команда принимала и принимает все миры, чтобы эта республика достойно работала. Мы, как говорил в свое время Ленин, пошли другим путем. Мы пошли в народ и предложили свою программу. Программу социалистического преобразования прежде всего в роли народных предприятий. Они оказались по итогам года лучше. Мы предложили оказанию реальную помощь детям. И детям войны, и детям из малообеспеченных семей, и детям Донбасса. И наша программа получает там отклик. Мы предложили восстановление реального планирования. И наша программа в Иркутске сегодня поддержана в Торгово-промышленной палате, и мы ее реализуем. Пятилетка Левченко начинает эффективно работать. Его область вышла на те темпы, которые предлагал Путин в своем послании. Мы предложили программу комплексного развития городов. Эту программу Локоть реализует непосредственно в Новосибирске, где поддерживается Академия наук и формируется новая программа качественного образования на основе нашего закона образования для всех. Мы предложили программу развития районов и регионов, чтобы дойти до каждого, чтобы они имели рабочие места и соответствующие ресурсы. Эту программу предложил Клычков у меня на Орловщине, и она будет реализована. Сколько бы ни лютовала эта публика, как бы она ни пыталась пихнуть страну снова в 90-е, я уверен, это ей не удастся. Но надо иметь в виду, что у Путина остался один следующий год для того, чтобы выровнять ситуацию. Он уже потерял на людоедской пенсионной реформе 20%. Если он примет вот те предложения, которые Кудринская и Медведевская команда уже ввалила в Государственную Думу, начиная распродажей мупов и гупов, так называемых ограблений самозанятых и оброка, которые готовы взвалить снова на каждый двор и каждый земельный участок, то власть потеряет полностью доверие. А это означает новую дестабилизацию в общемасштабную стране на фоне кризиса и санкций, которые нас накладывают. Мы все сделаем, чтобы в новом году такой сценарий не получил развитие. Мы были с народом и остаемся. И все сделаем, чтобы народ успешно жил и достойно развивался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова